Ребята, мы его поймали. Хорошо, во-первых, что Игорь Андреевич почтил нас своим присутствием. Видимся мы с тобой раз в полгода. Здравствуйте. Здравствуйте. С вами Брюс, он Джей Игорь Андреевич. И это вот для Навигатора Игрового Мира. До сих пор вспоминают, интересуются, как там, чем, чем занят Игорь Андреевич. Чем занят Игорь Андреевич? Ну, встречаемся мы раньше, чем раз в полгода. Не надо обманывать. Выглядишь ты хорошо. Значит, все-таки нормально у тебя все. Ну, поигрываю, поигрываю, да. Ну, слабенько, слабенько играю теперь. Теперь слабо играю в Старкрафт. В какой? Первый, во второй не играю. Во второй я у тебя играл в Белгороде. И потом еще, по-моему, где-то еще разок, но уже не то. Второе уже не то. Вот когда были Титаны, Фраеры, вот это все было интересно. Потом как-то отошло. Сейчас тут мелкие только что... Ой, мелкие, извините. Ну, есть же молодые игроки, типа там Вани, Вирдоса. Ну, Вирдоса такой же полу-полумолодой, немолодой. Молодой уже женился вообще-то. Да, Арктур еще тут товарищ приходил. Правильно мыслит, между прочим. Да, прям такой вот. Второе место, Золь, по-моему. А кем он играет? Терн, конечно же. Терн? Уверен? Ну, раньше он был зергом, потом посмотрел бомберы, вот, и решил стать Терраном. Ну, я просто разбираюсь в сцене. Я понял. Там четвертое место, знаешь, кто занял на этом? Нет. Не разим или есть такое? А, там самое. Блин, ну, вот после интервью явно, вот, если кто-нибудь в комментариях оставит ссылочку на это интервью, сложно было понять, кто кого троллит. То есть, я чувствовал, что тебе некомфортно сидеть, то есть, ты не понимаешь, как можно так. Да, как можно так, да. То есть, родителям надо было за что-то взяться в какой-то момент. И вообще, я не знаю, когда кто-то посмотрел это интервью, нужно было, надо парня спасать. Спасать. Для начала нужно было оторвать его от братка, от сиськи братка. Вот, кстати, браток не приехал? Нет. Блин, ну а где он, Паша? Ёперный театр. Обещался? Старкрафт, да? Обещался? Не, ну, большое событие Старкрафт. Он не играет в первый? Он во второй играет. А хорошо играет? Ну, Фуфантом, я видел, Нюки кидает, смеется в эфире, прикольно. Посмотреть, поржать можно. То есть, уже не про геймера? Не, 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 он стример. Раньше пытались про геймеров заставить стримить. Сейчас все стримят повально, ни одного про геймера не осталось. Ну, а, да, да. Мы же заставляли. Мы же заставляли, да. Говорит, нет, мне мешает эта тренировка. Нет, все. Мы палим тактики. Мы палим тактики. Андроид так и не спалил все свои заготовки. Такой приехал. Давай для старичков, которые, как бы, заходят тоже редко и вспоминают. Чем Андроид занимается? Андроид ни с кем не общается из старой тусовки. Он удалился. Он ушел, по-моему, там глубоко в учебу. Стал очень разговорчивым, социальным, но все равно тяжелым. Руководит какой-то фирмой. Ну, он со старта начал руководить. Так получилось. Удачно родился. Но при этом все у него хорошо. Буба занимается что-то с тачками. Что-то там с тачками. Что-то покупает, продает, чинит, сдает в аренду, отнимает, кидает. Но у него дочка уже года два. Жена красавица такая. Хорошо танцует. Он все такой же. А ты чем занимаешься? Я рекламой занимаюсь. Что за агентство? Какие проекты? PowerDucks. Ну, такое. Проекты? На Игромире, я знаю, вы были там. Что еще делали? Ну, на Игромире застраиваем стенды, да. Под вязчиком. Ну, я не буду о работе. Знаешь, к работе это скучно. Ну, о киберспорте. Ты постепенно отходишь от киберспорта, насколько я понимаю. То есть, сначала такая общая игровая тематика, там, какие-то проекты для самых разных компаний. А киберспорт что? Я вдаль смотрю просто, сквозь. Там, хоть и игру показывают, но я не туда смотрю. Киберспорт? Киберспорт. Мы же с киберспорта начинали, ты же помнишь? Да. Старкрафт играл. Когда-то даже нормально тыкалось. Мне нравилось в М19 зависать. Я тут вспоминал, что можно, это так, прийти из баночки Редбула, уйти из баночки Редбула, зайти в Вулкан, выпить бесплатно чай. Чай? Да. Погреться. Отогреться и пойти дальше. Да, было весело. Сейчас киберспорта нет у тебя? Почему? Ну, у меня есть еще команда по Лиге Легенд в российском LCL. В прошлом сезоне мы заняли второе место, потом планировали победить и заняли пятое. Ну, это же игра. Игра, игра, да. Но там тяжело. А, у меня был игрок, он играл, я его нашел, Бвипа, бельгийц, отыскал его, и сейчас он играл в финале, в финале чемпионата мира за Фнатик. Ну, так. Ты для Фанатик отыскал его? Ну, я его... Нет, я его... Интересная просто история была. То есть, я нашел игрока, он играл в финале за Фанатик. Отлично. Игорь Андреевич из PowerDucks. Да, да, да. Там просто трансферы невозможны, потому что Riot Games ограничивает контракты. То есть, ты нашел игрока, а его потом спокойно забирают. То есть, трансфер ты можешь сделать изначально, если ты сделал какую-то академию и продаешь куда-то в Америку, у кого есть бабло. Ну, тогда ты можешь там за трансфер получить 50-100 тысяч долларов. Ну, это так себе бизнес. Потому что, представляешь, какую тебе ферму нужно развести, чтобы одного талантливо возрастить. Ну, и там должен быть какой-то рабский контракт. Я уже отошел от этого. Так у вас же не было в Роксах контрактов практически никогда. Слушай, ну все говорят, рабские были. Все говорят. Заставляли играть. Заставляли играть, заставляли стримить, заставляли доезжать до турнира. Ты помнишь, были игроки, которые в середине, в середине поездки такие, да блин, ну его нахрен, разворачиваюсь. И ты такой берешь и три часа по телефону объясняешь. Не, чувак, это так надо. Это так надо и тебе, и мне, и нам, и нам всем. Да едь, пожалуйста, Дримхак, выиграй его. Будет что потом вспомнить на стриме. Ну, мы имен не называем, естественно. Он же был не один. Я тут этот, за Титаном смотрю, он там веганом стал. Веганом, все качается. Все качается и веган. У него, кажется, там по здоровью какие-то темы. И вот он, может быть, это изначально у него такая была предрасположенность. И организм чувствовал, что нужно что-то со здоровым образом жизни делать, да. Потому что это неспроста. Неспроста. Я ездил на медовую ферму, я эту ярмарку, ярмарку. Покупал там всю эту шляпу. Помогло? Ну да, вот стал большим здоровым. Давай посерьезнее сейчас вот такие будут у тебя. Последние там, не знаю, несколько лет. Большое количество встреч с разными компаниями. Вот расскажи обывателю простому, как сейчас воспринимают киберспорт в маркетинговых отделах, где-то еще там в компаниях внутри. И была ли какая-то динамика, как-то менялось ли отношение к киберспорту за последние, скажем, года 3-5? Любой промежуток времени бери. И на самом деле большой рывок сделал, как ни странно, ESForce, да. Потому что они начали, ну, поднимать медийную историю. То есть, не просто там, короче, по-хитрому, по-хитрому. Там всякие спецпроекты, спецпроекты. И многие маркетологи думали, что они сами узнали о том, что киберспорт это круто. Вот. Потом они сделали хороший отдел продаж и сделали, собственно, мероприятие. Ну и площадка. Насчет площадки я не уверен. Лично я не уверен, что это было хорошее решение. Конечно, всем хочется свою площадку, но они сделали ее в стороне от Москвы. Вот. Сюда было вбухано очень-очень много денег. Там по разным цифрам от 10 до 20 миллионов долларов. Вот. И поэтому неудивительно, что это здание продается. Сейчас? Ну, Mail.ru после покупки считает неэффективным использование его. Вот так вот и продает его. Вот так чисто поверхностно заходишь. Цены здесь такие очень демократичные, мягко говоря. Мягко? Да, потому что, ну, ночь... Ну, хотя нет, не мягко. Ночь за 500 рублей. А, вот так? Да. Час рублей 50. Ну, да, да, да. Внутренний пакет рублей 100. Четыре часа. Бар запредельно дорогой. Бар дорогой и... Бар как? Дороже, чем в ресторанах. Вот прям дороже. Смысл в том, что если здесь экономика только на компах, только на компах, то это не экономика. Потому что тут такое количество стаффа идет, что, ну, тут и охрана, и много чего. Много людей работает, короче. Ну, просто есть, например, площадка Windstrike, которая на Лубянке. Ну, вот. Она поскромнее. С другой стороны, там ночь стоит тысячу, по-моему, рублей. Или там две, даже не знаю. Там есть VIP-комнаты. И там тоже не сесть. И аудитория там другая. Ну, то есть там средний чек другой. Удобство, удобство. Там метро прям вышел. Метро, центр. Вышел. Рядом там Макдональдс и KFC. Есть... Нужно тебе получше что-то. Значит, получше. Мероприятие. Ну, тоже вот здесь проходят. Была автопати. Автопати. Чего там? Как этот турнир называется? Эпицентр. Эпицентр. Ну, прикольно. Прикольно. Знаешь, за счет чего? За счет караоке. Да. Потому что есть определенная тусовка, которая научилась петь. Ну, в основном это стримерши. Ну, Твич организует вечеринку, и он приглашает еще девочек с Твича. Девочки с Твича нормально поют. Обычно. Сидишь, подбухиваешь, слушаешь. Ну, и там залетают всякие звезды, и начинают тоже петь. Вайтра поет. Я слышал, да. Ничего не запрещают у нас ретранслировать теперь все. Вайтра уже. Вайтра не тот. Не торт. Но зато он на Гавайях сейчас. Да, у него все хорошо. Все хорошо, да. Я тут видел фотографию, где он был худенький еще. И я его перепутал с собой. Ну, типа, фотография с Одессы, с буткемпа. Я показываю, значит, о своей девушке и говорю, угадай, кто из них я. Ну, и там, значит... Тебя там не было на фотографии, да? Да, но я думал, что я там есть. Потому что я же там был. Оказалось, или я фотографировал, или я еще не приехал. И потом на другой фотографии я понял, что тот чувак, который стоял там деловой, руки в боки, это Вайтра. Худенький. Его вообще не узнать. Он прямо твои комплекции. И там еще у братка, браток, он тоже тогда был худой, мы там что-то загорали. И при этом у него кубики, кубики были. Ну, прямо он такой. А потом он расхабанил в какой-то момент. Это произошло... Я помню, первый раз увидел на турнире, блин, где же это было, на выставке какой-то. Там четыре человека участвовало, комментаторская наверху. Помнишь? И первый раз он появился. Ну, типа, от ФКС, типа, от ФКС турнир, вот в каком-то это многофункциональном... МФЦ, да. МФЦ, да, да. МФЦ, да. Да, вот тогда как раз он, ФО, там что-то четвертый... Он мог уже не браток, а братище, что-то такое. Прямо он большой был. Ну, а за киберспортом ты сейчас следишь? Что тебя интересует? То турниры смотрю, так... КС стал... Так, слежу, что там Na'Vi то выигрывают, то проигрывают. Симбл вроде как... Этот... Главная звезда. Главная звезда. У меня даже фотографии с ним есть, представляешь? Симбл, представляешь? Я, к сожалению, так слышал просто, он по новостям заголовки читает. Не, ну он жесткий, он жесткий. Может быть, даже самый жесткий. Самое что играешь, кроме первого Старкарта? А, я... Я купил... Эту... Call of Duty, Call of Duty для Королевской битвы. Ну, сыграл один раз. Ну, купил, сыграл. Купил, сыграл. Я очень долго устанавливал, там 65 гигабайт. Вот. Потом сыграл. Ну, когда-нибудь еще сыграю. Ну, долго это просто все было. У меня было часа три поиграть. Пока скачал, пока... Ну, у меня, знаешь, у меня просто такая жизнь, что не особо поиграешь. Но... Иногда, иногда бывает. Мы вот там с Максом Анаркедорфом иногда при... Ну, забиваемся и там, типа, полдня играем по сети. По сети, да. Это весело. Я тираном, он протасом. Ну, как бы, чтобы поинтереснее было. Типа, ясно. А планы на будущее? И коснутся ли каким-то, Макаром, твои планы людей по ту сторону экрана? Короче, хотел Воды записать. Блин, смотрю Старкрафт Лиги сейчас вот эти. Там куча крутых матчей. Прямо... Подстрешно мы напишем. Может, он возьмет Водов. Я ему написал. Я... Ну, мы с ним работаем, но по другую сторону. По другую сторону. То есть, они делают видео для нас, а не мы для них. О-о-о-о, понты. Не, наоборот. Наоборот. Хотелось бы как раз это тоже повкидывать. Ну, непонятно, кому нужны. Нужны ли сейчас Воды, не нужны. Это же Аташ. 20 лет игре. Да, ну, нет. Ну, знаешь, это формат, мне кажется, не тот уже. Но игры, я смотрю, мне нравятся. Там есть очень-очень хорошие, яркие. И прямо я ждал, что сюда приедет Лярва. Вообще. Лярва. Ты же знаешь, да, что он... Ну, да, да, к сожалению, да. Захотел. Захотел. Ну, можно было и удовлетворить. Да? Да, можно было. С чего бы это вдруг? Если бы он заранее предупредил, а также он в середине процесса. Ну, это некрасиво, некрасиво, да. По-свински. Надо было найти корейцев, которые объяснят ему, что это неправильно. Он же здоровый. Ну, поэтому надо было сначала заманить его и сказать, что да, мы тебе привезем денег, а здесь уже объясняют, что чувак, это неправильно. И теперь ты выедешь без призовых. И, кстати, не факт, что он бы выиграл. Тут кто-нибудь его бы забрел. Ну, у наших, как ты думаешь, есть шанс какие-то в топ-3 прорваться? Слушай, а из наших просто кто сейчас... Просто вот Девалт вроде как неплохо играет, но... Он сейчас должен был как раз сыграть с Шарпом, кажется, в третьем, что ли, туре. Он просто так, знаешь, это по наитию играет и в итоге там иногда кнопки не нажимает. Ну, это плохо, да? Нет, в целом хорошо играет. Но иногда вот там из шаттлов что-то не высаживается, а пошел там в масс-шаттлы. Такие, типа, красивые стратегии. Вот. А кто там, Not4U, наверное, такой более турнирно-ориентированный? Я сказал, что... Нет, не готов. Он специально даже особо не тренировался, потому что у него и времени мало, и... Еще он PUBG смотрит стримы. Да, PUBG. Блин, ну как можно смотреть PUBG в сравнении с финалом StarCraft Лиги? Так, может быть, вместо вводов ты просто к кому-нибудь ворвешься в финал StarCraft Лиги покомментишь? Гостям хотя бы, чтобы не париться по поводу настроек там и прочего вот этого всего. С Сережей. Еще сложность. Ты же помнишь, я как-то комментировал один и не привык вот в паре с кем-то еще. То есть это надо... Слушать его еще. Ну, там, да, о чем говорит, да. Он говорит о чем-то, ты говоришь. Ты видишь по одному игру, он по другому. Ну, понятно, что он не прав. Вот. Иногда, да, иногда... Знаешь, есть такой комментатор, Алсиор. Слышал, да. Он же перешел в Дотку, где там месяца два назад. Лигу Легенд комментировал. И вот мы там периодически на каких-то мероприятиях там встречались, вспоминали там старые времена. И вот только он начинает что-то вот... И он умный, хорошо комментирует. И хорошо, вот все, все хорошо до того, как он не начинает свои три копейки по Старкрафту вставлять. Потому что ты думаешь, блин, чувак, ну ты до сих пор как бы не доперешь, что вот это не так. Ну вот, и там же оно не просто не так. Ты или как... Ну, там есть такие подэтапы видения. То есть, если ты видишь это, то ты вообще ничего не видишь. Вот. И, наверное, в этом плане... Ты не готов ни с кем комментировать ОСЛ. ОСЛ, но... Я просто не слышал русских комментариев. Я слушаю Тейстлиса Артосиса. Но они попсово. Попсово, очень попсово. Они просто говорят, чтобы говорить, что тут что-то происходит. А этот вот сейчас вот оп, оп. Уже который год там? Надо их понять. Тяжело. Тяжело, тяжело. Нет, они делают это профессионально, но они делают там не совсем... Ну, то есть, я включаю как для фона и смотрю игру. Ну, то есть, во всяком случае, там обсервер попадает там, где дропы и так далее. То есть, потому что иногда вот кто-то там... Что-то смотрят. Ну, в других играх, например, в Лиге Легенд часто можно увидеть, что даже на каком-то крупном чемпионате обсервер ошибается. И смотрит не тот момент. Там начинается замес в одном месте или там ганг идет. А он показывает вообще ненужные вещи. То есть, ты в Лол уже немножко погрузился, да, вынужденно? Да, да. Ну, я даже в него поигрывал. Я поигрывал... У нас на работе была, ну, мы собирались, после работы играли. То есть, прелесть Лола в том, что ты мог пять человек после работы сесть и поиграть. Ну, нам говорят, что у нас в хронологии уже все заканчивается. Невозможно... Хронология? Нет. Хронология. Спасибо. В общем, Игорь Андреевич, напоследок сейчас что-нибудь хорошее скажет. И мы закругляемся. Ну, Старкрафт это великая игра, которая, да, это прямо вещь, которая нас делала. Которой мы многим чему обязаны. Вот. Вот. Всего хорошего. Спасибо.